привет друзья я хотел сделать быстрое видео такое потом его даунладу и переброса на мои другие места там где у меня русскоговорящие видео значит я что хочу сказать у меня последние несколько дней расспрашивают по вопросу закона не знаю почему меня спрашивают что я ехал 50 лет назад я вижу это как провокацию я несколько раз уже это повторяется и кто меня знает я уехал очень давно советского союза и понятия не имею какие законы там входят какие выходят но у меня был была такая ситуация с lgbq и это было не совсем так давно ну вот я просто избегаю такого сорта разговоров разговоров на последние четыре дня некоторые люди из этой общины вызывают меня постоянно на разговоры миграции в россию по новому путинскому закону не знаю почему я не собираюсь туда ехать я не мосексуалист я вообще не имею значения так вот я никогда не интересовался lgbq я никогда не интересовался их как сказать аджендой я не хочу тратить не минуты как говорится на тратить энергии на кого-то но честно сказать я подумал об этом почему так на стервенно постоянно спрашивают очень странно я пришел к единственному выводу что это провокация провокация в данный момент ситуация такая идет нападение на христианство вы видите что стало с олимпийскими играми да то есть привет практически плюется на христианство и поэтому как я понимаю там россияне решили кто хочет иммигрировать правильно говорю если неправильно говорю поправьте меня так вот что у вас выбор когда вас задают такой вопрос у вас выбор выходит у вас выходит выбор сказать путин плохой хотя я с украины человек который родился и вижу что происходит данный момент это сказать что путин хороший это не ну практически абсурд это похороните свою карьеру сразу и вам с вами украинцы перестанут разговаривать но вот что выходит выходит что вас вытягивают на тему религии и сексуальности и хотят чтобы брали своего рода гомосексуальную гомосексуальную сторону того что происходит данный момент то есть вы христианин и воспринимаете если вы скажете ну что он собирает людей там которые христиане и хотят традиционную сумму вот ты с россией да или если скажешь обратно вот ты молодец типа как и ты обижаешь практически людей вызывают чтобы когда они перепугаются еще что-то сказать плохого против соединенных штатах вот такое что вы будете выглядеть как будто бы там пропутинец или вам нужно будет другая сторона вещей то что вам нужно будет наплевать на вашей на ваша на вашу веру своего это так вот это уже было сделано много лет назад такого сорта вещи помните первый май вот первый мая в советском союзе помните на советский союзе 1 мая день труда и так далее и вот все в америке это советский праздник такой советский праздник не был советский праздник это было после бунта в чикаго на базаре и тогда народ боролся за одинаковые одинаковая плату труда 8-часовой рабочий день там медицинскую помощь и так далее и тому подобное и они за это поручи в соединенных штатах ты чего все в конце 800 лет 800 годов то есть 19 конец 18 века и всю 19 извините и сущности потом когда советский союз сделал принял этот праздник как советский праздник все в америке начали говорить если ты хочешь зарплаты хорошие если ты хочешь быть это если ты хочешь быть там работать всего лишь восемь часов в день или ты хочешь там бенефитов каких-то ты коммунист потому что коммунисты хотят то же самое здесь только втягивают религию вот если ты скажешь что традиционная семья хорошая да что дети красивые вещи нужно иметь чем больше тем лучше вот ты с путиным а если ты скажешь что нет путин плохой туда всех консервативных забирать что выходит что практически ты становишься не политически правильным соединенным штатам хотя вам абсолютно похеру просто это вызывается и создается такая ситуация или так или 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 то или то поэтому объясняться надо но по моему мнению нужно просто избегать я начал избегать я понял на второй день к уже один раз не задали вопрос понял еще здесь не что-то не ожидают какого-то ответа а я работаю в охранной организации я сто процентов времени когда я нахожусь на моей базе это называется бейс где я смотрю монитары у нас там по 200 камер я смотрю любую минуту когда я нахожусь там и в то же самое время я сто процентов нахожусь под под камерой то есть мне постоянно записывают 24 часа когда я там так вот запись камер очень просто если вас вызывают на специальные разговоры и вы вас записывают не только что есть видео даже без звука есть программа которая когда берут вас за вашу запись без разговора они могут по движениям губ восстановить разговор которые то есть провокатором или что-то подобное если они приходят и делают вам провокации это совсем легкое дело понимаете так что по моему мнению это провокация идет конечно идет страшный проблем с россией это ясно что идет и украина трагедия конечно моя дорогая украина это родина мама моей мертвый так вот и выходит так что такого сорта провокации могут послужить очень большим негативом к вам окей вот и все мое мнение каждый пусть думает как выходит Продолжение следует...